Добрый день, уважаемые коллеги! Марина Борисовна, Татьяна Юрьевна, рад вас видеть на экране. К сожалению, жизнь заставляет нас менять наш привычный ритм работы, и мы работаем в сети. Надеюсь, это скорее поможет нашим пациентам, и больше пациентов сможет узнать информацию, которую мы сегодня стараемся до них донести. И так говоря о хирургическом лечении, нужно сказать, что, конечно же, современная хирургия рака молочной железы насчитывает не больше 120 лет. Операцию, которую придумал известный хирург Вильям Холстетт в 1895 году, носила, конечно, крайне калеческий характер. Она калечила наших пациентов, она приводила к глубокой инвалидности. И, собственно, радикальная мастектомия, операция, которая просуществовала больше 70 лет во всем мире, была единственным хирургическим вмешательством при диагнозе рака молочной железы. Помимо молочной железы удалялись грудные мышцы, большая и малая грудная мышца, удалялись все лимфатические коллекторы. И, конечно же, это проводило к страшным последствиям, и качество жизни менялось безвозвратно. И при неплохой продолжительности жизни, эта жизнь носила характер человека с глубокой инвалидностью. В течение 70 лет эта операция была единственной фактически. И где-то с 60-х годов начинаются разработки новой концепции хирургических вмешательств, которые привели к разработке новых видов операции. Это операция мастектомия по ПЭТИ, наиболее известная из видов операции, которая применяется на территории нашей страны и в постсоветском пространстве. Операция, конечно же, отличается от операции по Холстеду, сохраняется большая и малая грудная мышца, но, тем не менее, приводит к потере молочной железы как органа, органа, который в первую очередь ассоциируется с женственностью. И потеря этого органа, конечно же, является глубокой психологической травмой. И помимо этого наносится достаточно тяжелая физическая травма, так как при операции ПЭТИ предполагается удаление лимфатических коллекторов акселярной области. После всестороннего анализа в конце 70-х годов появляется направление сберегательных операций, так называемые органосохраняющие операции, которые позволили сохранить молочную железу, при этом выполнив абсолютно радикальное хирургическое вмешательство по удалению опухоли окружающей клетчатки. Виды органосохраняющих операций, которые разрабатывались, так сказать, онкологами, представлены на данном слайде, это квадрантоктомия, лампоктомия, это сегментарная резекция, которые предполагают различное удаление объема тканей молочной железы, которая окружает опухоль. Опухоль удаляется в составе квадранта молочной железы, фактически четверть органа удалялась при данном вмешательстве. Удаляется секторальная резекция, конечно же, меньше тканей. Удаляется опухоль с различным объемом окружающих тканей, но в принципе считается, что 10 мм, которые мы отступаем от края опухоли, это достаточный визуальный размер, который позволяет сохранить радикальность операции. Очень важный момент, когда мы говорим о хирургическом лечении, об органосохраняющем лечении при раке молочной железы, является термин «органосохраняющее лечение», потому что помимо хирургического вмешательства, это лечение предполагает проведение лучевой терапии, проведение той или иной системной терапии. Операция – это лишь этап с органосохраняющего лечения, и сегодня пациенты с диагнозом рак молочной железы подвергаются, конечно же, не только хирургии, но подвергаются и другим методам лечения – лучевой терапии, химиотерапии, таргетной терапии и гормонотерапии. Органосохраняющая операция – это не всегда благо для наших пациентов, это тоже нужно признать. Если мы видим на левой стороне слайды органосохраняющие операции, которые достаточно серьезно деформировали объем молочной железы, контуры молочной железы, изменили анатомию молочной железы, и вроде бы как при сохраненном органе мы получаем не совсем молочную железу, заставило онкологов, хирургов, которые занимаются этой проблемой, разрабатывать операции, которые получают на сегодняшний день название онкопластической резекции. Резекции, которые позволяют сохранить объем молочной железы на том уровне, на котором он был, заместив недостающий объем тканями либо окружающими, либо перемещенными тканями из других областей тела человека, где это возможно сделать. На сегодняшний день органосохраняющая операция является той операцией, которая преобладает в хирургическом лечении больных с диагнозом рак молочной железы. Безусловно, существует большое количество больных, которые подвергаются удалению молочной железы, мастектомии, удалению всей ткани молочной железы. Безусловно, существует часть пациентов, которые подвергаются билатеральному удалению молочных желез. Но, тем не менее, сохранная операция на молочной железы значительно превалирует, если смотреть в таблицах или смотреть в отчетах хирургических отделений, занимающихся проблемой рака молочной железы. Если основываться на принципах онкопластической резекции, то локализация опухоли никоим образом не должна влиять на выбор хирурга в выборе объема удаляемых тканей. Не очень влияет расположение опухоли на то, чтобы принять решение о выполнении того или иного вмешательства в онкопластической резекции. И если еще буквально 15-20 лет назад считалось, что при определенных локализациях возможно выполнение только удаления молочной железы, то на сегодняшний день локализация опухоли – это совершенно не приговор. И если центр владеет определенной методикой хирургического вмешательства, это позволяет сохранить молочную железу как орган. Реконструктивно-пластическая операция – это сочетание радикальной онкологической операции с пластической хирургией. Это лучший эстетический результат без снижения показателей общей безрецидивной выживаемости. Если классические операции, которые, представлены на данном слайде, приводили либо глубокой инвалидизации, либо изменению качества жизни, либо изменение восприятия себя как женщины, потому что деформированная молочная железа – это, конечно же, все-таки и психологическая, и физическая травма, то операция реконструктивно-пластического плана позволяет восполнить объем молочной железы теми или иными хирургическими методиками даже при полном удалении ткани молочной железы, кожи, ареола или соска. Принципы реконструктивно-пластической хирургии – это прежде всего, конечно же, онкологическая безопасность. Это сохранение или ремоделирование кожного чехла молочной железы, это сохранение или воссоздание сосково-ареолярного комплекса, создание или сохранение субмомарной складки, создание или сохранение объема молочной железы. Безусловно, это симметризирующие операции при необходимости на здоровой молочной железе. И, конечно же, выбор разрезов таким образом, чтобы рубцы, остающиеся после операции, послеоперационные рубцы, не калечили молочную железу и не наносили ни психологической, ни физической травмы. В данном случае мы видим пациентку с достаточно большим размером молочной железы, которая локализуется в не очень удобном для хирурга месте, это внутренние квадранты, помечены красным маркером. При определенных хирургических методиках возможно выполнить радикальное вмешательство с сохранением объема молочной железы, может быть, несколько меньшим, но не менее, так сказать, имеющим анатомическую форму, с сохранением ареволы, соска и, в общем-то, приводящим к очень неплохим эстетическим результатам на протяжении полутора, трех, пяти, десяти лет последующих жизней. Самый главный вопрос, который беспокоит и пациентов, и хирургов, изменяется ли частота рецидива. Проведено очень много исследований по изучению этого вопроса. На сегодняшний день можно сказать, что частота рецидива никоим образом не зависит от выбора онкопластической операции, если она проведена с сохранением онкологических принципов. Тем не менее, достаточно большое количество женщин подвергаются калечищему удалению молочной железы. Тогда встает вопрос о реконструкции, восстановлении молочной железы как орган. Она, конечно же, проводится различными методиками. Она может проводиться одномоментом, в момент удаления железы, восстановления. И что очень важно, возможно, проведение реконструкции молочной железы отсроченно, после того, как женщина подверглась калечище мастектомии, она перенесла те или иные виды лечения, включающие лучевую терапию, системную терапию, и отсроченно, в общем-то, тоже можно восстановить молочную железу, используя либо собственные ткани, либо искусственные материалы, которые на сегодняшний день есть в арсенале хирургов в большом объеме. Ну, в данном случае одномоментная двухэтапная реконструкция экспандером имплантом. В момент, когда женщина подверглась хирургическому вмешательству по поводу мультифокального рака молочной железы, то есть у пациентки было множество узлов в молочной железе, ей была удалена ткань молочной железы, установлен экспандер, что представлено в центральном снимке, и на правом снимке мы видим уже замену экспандера на импланты, восстановление объема молочной железы, которая визуально выглядит фактически как здоровая молочная железа. Реконструкция с использованием грудных экспандеров-экспандеров представлена на данном слайде. К сожалению, пациентке необходимо было выполнить хирургическое вмешательство в удалении, которое включало удаление ткани молочной железы, и за счет близкого расположения кореволы и соску необходимо было удалить этот очень важный анатомический орган. Но, тем не менее, это все равно позволило восполнить объем железы с помощью импланта, и через два года после операции мы видим объем молочной железы, который, в общем-то, напоминает здоровую молочную железу. У нас существует достаточно много различных расходных материалов в виде имплантов, сеток, грудных имплантов, которые позволяют восполнить объем молочной железы разной формы, разного объема, разного эстетического вида, и привести к, с нашей точки зрения, достаточно хорошим результатам. Одномоментная реконструкция с помощью собственных тканей. Когда невозможно восполнить объем ткани только с помощью импланта, и мы пользуемся тканями, которые расположены в других анатомических областях. В данном случае мы используем участок ткани, который локализуется на спине с помощью методики по перемещению кожных лоскутов на мышечные ножки, так называемый торикодорзальный лоскут. Мы укрываем имплант, и видите, если на левом слайде нарисована локализация опухоли в нижних квадрантах, удаленный кожный лоскут, удаленная ткань молочной железы, замещение дефекта с помощью ткани, которые были перемещены со спины. Возможность увеличения исходного объема с помощью того самого торикодорзального лоскута представлен на данном слайде. Более того, иногда мы увеличиваем исходный объем, женщины приходят к нам и говорят о том, что помимо того, что необходимо выполнить радикальное вмешательство, возникает потребность увеличить объем молочной железы, который был до операции. Если в верхней части вы видите женщину с одним размером молочной железы, то на нижней части слайда за счет контрлатеральной аугментации установления импланта, в том числе и в здоровую молочную железу, изменяется конфигурация, форма, анатомия молочной железы, что приводит совершенно иногда к замечательным результатам. Помимо лоскута, который мы берем со спины, существуют методики, которые позволяют забрать ткань с передней брюшной стенки, так называемый дип-лоскут, на сосудистом ножке используется сосудистая техника с использованием межсосудистых анастомозов, и на место удаленной молочной железы мы перемещаем ткани с передней брюшной стенки. Эта операция отчасти сопоставима с операцией, которую выполняют пластические хирурги по изменению объема передней брюшной стенки, только в отличие от пластических хирургов, мы эти удаленные ткани используем для того, чтобы восполнить объем удаленной ранее молочной железы. Это достаточно трудоемкая операция, которая требует усилия множества специалистов, начиная от специалистов диагностики, которые говорят нам о состоянии сосудов передней брюшной стенки, до очень серьезного анестезиологического пособия, потому что операция достаточно длинная. Но, тем не менее, использование этой лоскутов позволяет восстановить объем молочной железы собственными тканями, без использования имплантов и без использования каких-то чужеродных материалов, которые иногда могут вызвать всевозможные не очень всегда позитивные реакции. Вот отдаленные результаты, которые мы демонстрируем, односторонние, двухсторонние операции по замещению объема молочной железы собственными тканями. Очень важный момент, когда мы говорим о реконструкции молочной железы, это формирование сосково-ареолярного комплекса. Мало восстановить молочную железу, очень важно восстановить тот самый сосково-ареолярный комплекс, который, в общем-то, очень сильно влияет на восприятие вновь восстановленного органа, на восприятие этого органа как своего. Поэтому эта методика существует, мы восстанавливаем с помощью собственных тканей, восстанавливаем с помощью татуажа, который представлен на данном слайде. Вы видите эволюцию развития. Сначала был на первом слайде установлен экспандер, потом замена экспандера на имплант, формирование соска-ареолы, и потом уже татуаж, и конечный результат, который представлен на нижнем правом слайде. Либо одномоментное формирование сосково-ареолярного комплекса во время первичной хирургической операции. Различные методики используются. Безусловно, приходится прибегать к специалистам, которые делают татуировку, и, может быть, выглядит это по-разному. Это уже зависит от фантазии самой пациентки, того, кто занимается восстановлением. Если говорить о хирургическом лечении, помимо восстановления объема молочной железы, очень важным вопросом является хирургическое вмешательство на региональных лимфатических узлах. Удаление лимфатических узлов – это один из этапов лечения больных рака молочной железы, который проводится в тот же самый этап, когда проводится хирургическое вмешательство на молочную железу. И если стандартной процедурой многие годы оставалась экселярная лимфодиссекция, которая выполнялась независимо от стадии процесса и предполагала удаление лимфатических узлов подмышечной области достаточно радикально, вплоть до третьего уровня, то на сегодняшний день мы говорим о биопсии сигнальных лимфатических узлов, методика, которая позволяет хирургам маркировать лимфатические узлы, находящиеся первые на пути лимфооттока. И удаление этих сигнальных лимфатических узлов с последующим их гистологическим исследованием интероперационного позволяет избежать калечащей акселярной лимфодиссекции, которая проводится до сих пор в большом количестве учреждений, которые занимаются хирургическим лечением рака молочной железы. В нашем учреждении с 2002 года мы достаточно досконально изучаем этот вопрос. Владимир Федорович Семиглазов является пионером в нашей стране использования этой методики, так называемой биопсии сигнальных лимфатических узлов. И эта процедура позволяет избежать столь серьезного осложнения, как лимфодема, отек верхней конечности со стороны операции, которая очень часто сопровождает операцию с классическую лимфоденоктомию, которая выполняется в центрах, где не владеют методикой биопсии сигнального лимфатического узла. А эта процедура безопасна, информативна, и самое главное, что сохраняет функцию верхней конечности, которая абсолютно не страдает после хирургического вмешательства и последующей возможной лучевой терапии. Были проведены большие исследования, которые показали как безопасность этой процедуры, так и увеличение качества жизни больных, которые не подвергаются полной акселярной лимфодисекции. Поэтому на сегодняшний день, когда мы говорим о хирургическом лечении рака молочной железы, нужно говорить о том, что удаление непораженных акселярных лимфоузлов, то есть выполнение акселярной лимфоденоктомии, это хирургическая онкологическая неудача. Сегодня должна быть выполняться процедура именно биопсии сигнальных лимфоузлов, которая является общемировым стандартом. Возможность сохранить молочную железу в процессе лечения, с нашей точки зрения, является, наверное, крупнейшим достижением мировой клинической онкологии. И на сегодняшний день это возможно, это нужно делать, это нужно обсуждать со своими врачами, и, безусловно, нужно обсуждать возможность восстановления молочной железы, потому что качество жизни для наших пациентов является краеугольным камнем. Мы научились лечить наших пациентов, избавлять от этой болезни, еще очень важно научиться сохранять качество жизни или возвращать качество жизни тех пациентов, у которых это качество было нарушено. Спасибо большое. Спасибо.